Здравствуйте! Это наш Новосибирск, программа о том, как сделать комфортной жизни в своем доме, во дворе и в городе. С вами Вячеслав Горчаков. Какие события в сфере ЖКХ запомнятся в уходящем году? Для чего нужны активисты территориально-общественного управления? И как будут выглядеть главные новогодние площадки в Новосибирске? Обо всем этом и не только сегодня в программе. Масштабное благоустройство дворов и недобросовестные подрядчики. Реконструкция трубопроводов, теплосетей и пикеты против роста тарифов. Небывалый размах капитального ремонта домов и, опять же, дефекты от подрядчиков. Контрасты жилищно-коммунальной сферы в уходящем году особенно бросались в глаза. Возможно, еще и потому, что многое удалось сделать со своеобразными рекордами. О главных из них в нашем обзоре. За этот год в Новосибирске капитально отремонтировали более 500 многоквартирных домов. Такого не было даже в докризисные годы. Сроки выполнения и качество работ контролировали жестче. Ввели новые правила отбора компаний, которые занимаются ремонтом. Уже составляют сметы на следующий год. Идут торги. Основная проблема, основная проблема – это было кровли. Да, мы действительно никогда такого не было. В этом году подошли порядка 80 домов, уже делаем фасады. То есть уже заботимся и облике города. Обновлением занимались и ресурсоснабжающие организации. Так, например, Горводоканал в 2017-м сделал упор на реконструкцию водопроводов в частном секторе – в Зельцовском, Ленинском и Дзержинском районах. В общей сложности реконструировали более 4-х километров трубопроводов в частном секторе. А с окончанием строительства седьмой канализационной насосной станции создали все условия для дальнейшей застройки Ключкомышинского плато. Сибека тем временем реконструировали десятки километров теплосетей. Специалисты МОП «Энергия» модернизировали тепловые пункты. Но одна из самых сложных задач – подключить к центральной системе отопления здание, которое прежде отапливало котельное мясокомбинато. Речь идет о 40 жилых домах и учреждениях. В 2016 году муниципалитетом совместно с МОП «Энергией» началась планомерная работа по переключению объектов, запитанных от данной котельной, на централизованную зону теплоснабжения, то есть от источника ТЭЦ-5. Масштабным в этом году был ремонт дворов. Благоустроили около 300 придомовых территорий. Из них чуть меньше половины на деньги муниципальной программы формирования современной городской среды. Правда, не все дворы удалось привести в порядок в этом году. Около сотни заявок пришлось отложить. А все остальные дома из перечня получили не просто за асфальтированные проезды. Также этот проект подразумевает еще реализацию и оформление общественных зон и территорий. На эти цели тоже выделены соответствующие средства. Порядок навели не только на придомовых территориях, но и на бумаге. Каждый двор получил свой личный паспорт. Хотелось бы отметить в научном подходе. Это вот именно то требование федерального законодательства. Проведена инвентаризация всех дворовых территорий города Новосибирск. 4402. Здесь на понимание. У нас 8500 многоквартирных домов. Ну так как скомпонованы, то получается дворов практически в два раза меньше. Самый главный результат – это благодарность жителей Новосибирска. Горожане отмечают, дворы и дома действительно преобразились во всех районах города. Нам нравится, что вот эти качели, там их крутилка. Привели в порядок, спилили деревья, заасфальтировали. Вот то, что было вообще в Ухабинах, все заасфальтировано. Сейчас, конечно, у нас замечательная новая площадка. И красиво, и уютно. Потому что часто, каждый день гуляем здесь, детям нравится. Других дворов приходят к нам, пофотографируются, просто провести время. Правда, не везде результат устроил жителей и ревизоров. Во многом из-за небывалых масштабов благоустройства некоторые подрядчики не справились срок. А тем, кто сработал некачественно, пришлось уже этой осенью проводить работу над ошибками, за свой счет. Многие из этих ошибок вовремя заметили сами собственники. Ведь именно они проводили субботники накануне старта работ, участвовали в проектировании своих дворов и скверов между домами. Это вдохновило многих и показало, насколько от самих жителей зависит комфорт в их доме и во дворе. В свои итоги подводят представители территориально-общественного самоуправления. Лучших активистов наградили мэр и совет депутатов. Сегодня новосибирские ТОСы – это 20-тысячная армия. Только вместо оружия – неиссякаемые энергии и желание сделать жизнь вокруг лучше. Это показывают конкурсы социально значимых проектов. Многие участники захотели выиграть грант на благоустройство двора или сквера вдобавок к бюджетным средствам, которые выделяли в рамках специальной программы. И у них получилось. Мы выиграли грант на установку детской спортивной площадки по адресу Учительская, 15. Спортивная площадка получилась очень замечательная. Такой нет в городе. То есть много спортивных тренажеров, рукоход по индивидуальному проекту. Только благодаря партнерству мы сумели достичь того, что достигли. Ну вот один из проектов, который мы реализовали – это многофункциональный спортивный центр на Трудовой 7 или Красный 31, который появился благодаря депутатам, благодаря жителям, инициативе предшествия жителей, благодаря бизнесу, администрации. Среди награжденных активистов есть и представители молодежных советов, которые работают при органах ТОС. Таких в городе около трех десятков. Есть в Новосибирске ТОСы, в которых уже сбились со счета. Сколько грантов выиграли, сколько детских и спортивных площадок поставили, сколько высадили деревьев и праздников провели. Среди них ТОС Кожевниковский, который работает на северо-чимском жиломассиве. Что удалось сделать в 2017-м, а что впереди – об этом поговорим с председателем совета ТОС Кожевниковский Галины Климук. Галина Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Для многих сторонних наблюдателей ТОС – это что-то про праздники, про чаепитие, про выборы. Вам не обидно? Обидно. Потому что это не только. Это большой пласт работы. Это работа и с ветеранами, и с подростками, и спортивная, и благоустройство, и, естественно, проведение праздников. То есть только по этим праздникам нельзя судить о работе. И это вообще очень тяжелая, рутинная работа. Но, пожалуй, еще одна из самых главных задач ТОСов – это вдохновлять. Я так понимаю, что это только некоторые люди, которые входят в ТОС Кожевниковский. Как вдохновляете людей? И тяжело ли это? Естественно, это должен быть личный пример. Вдохновляем, проводим различные мероприятия. Вот сейчас у нас мы проводим занятия для любителей скандинавской ходьбы. По списку 50 человек где-то. Но я еще работаю инструктором спортивного города. Вам проще? Да, мне, конечно, проще. Ежедневные. То есть в основном это, естественно, ходят люди мудрого возраста, у которых много времени, которые задумались, в отличие от молодых, что нужно оздоравливаться. И это все бесплатно? Это все бесплатно, естественно. Ежедневные занятия мы проходим. Час, в течение часа 5 километров. Пульс меряем. Общаемся. Это еще клуб общения у нас. Привлекаем. И еще приезжают даже люди из другого района. У нас на столе проекты, связанные с комфортной городской средой. Это программа благоустройства дворов, которая в этом году коснулась напрямую и Северо-Чемского, Желмассева. Что удалось сделать? В этом году Тоско-Живниковский участвовал в федеральной программе «Городская комфортная среда». И двор моей мечты так и называется, потому что о нем долго мечтали. Получили 6 миллионов. Это благоустройство, тропинки, детская площадка. Естественно, наше любимое занятие – это спортивное, тренажеры, мини-футбольное поле, посадки деревьев. Мы сами ездили за деревьями. И около 70 елок тоже активные жители высаживали. Но сейчас стоит только гордиться. Этот двор у нас занял первое место в городе. И выставлен на российский конкурс. Но это не самое главное. Самое главное то, что действительно настолько там душевно. Вот хоть димой, хоть летом прогуливаются мамочки с колясками. Это на самом деле сквер целый, да? Сквер целый получается. Пока мы сделали этот проект, все-таки три дома, у каждого свои участки, у каждого свои амбиции. И потом мы все это соединили, естественно, при поддержке Совета ТОС. И, в общем, получился такой красивый проект. Двор моей мечты. Правда ли, что при этом вы были проектировщиками, прорабами, ревизорами, практически во всех лицах выступили? И получилось так. А ревизоры, потому что получилось, что, в общем-то, некачественно был выложен асфальт. А, то есть поймали, да? Поймали, да. Поговорили с ними. Мы не ходили ни в мэрию, ни в администрацию. Общались с бригадирами, директором этой организации. В общем-то, друг друга услышали. И после вот этих всех замечаний еще бонусом получили где-то 20 машин с земли. От подрядчика, да? От подрядчика. Но, с другой стороны, в ТОСе собираются жители, которые изначально имеют, наверное, такие же знания, как и все остальные их соседи. То есть там нет среди них прорабов, архитекторов, строителей. Во-первых, всегда зависит от лидера. То есть от председательства. Все-таки лидер. Лидер, да. Это человеческий фактор. Прежде всего, человеческий фактор, он должен быть, представитель Совета ТОС, должен быть наделен амбициозностью обязательно, дерзостью обязательно. По-другому никак нельзя. Харизмой какой-то, хорошими организаторскими способностями, деловой хваткой. И потом уже поддержка депутатов, мэрии, городно-северской администрации. Я преклоняюсь перед всеми председателями, которые делают свою работу. Но у каждого своя планка. Вот у нас звезды сошлись. Харизматичные люди, амбициозные председатели, дерзкие. Прекрасный район. Да, прекрасный район. И держать нужно планку обязательно. И при том, при этом, очень немаловажно, я всем советую, в любом возрасте, никогда не поздно, овладевайте компьютерными знаниями. Овладевайте, никак нельзя. Но сегодня вот я сама лично, Facebook, Instagram, ВКонтакте собираю, потому что по-другому никак нельзя. И программы, и общение, и знакомство. Это обязательно надо. Нужно учиться, никогда не поздно. Вот, кстати, про современность. А молодые, есть у вас активисты ТОС? Молодые, есть. В этом году у нас три молодых человека, ну, за 30 слегка, это же молодые. Но у нас у всех распределены обязанности, круг обязанностей. Они у нас в основном отвечают за спортивную деятельность. Новый год также дружно будете праздновать? Да, на сегодня у нас три праздника будет во дворах. Очень сложно, конечно, проводить, но тем не менее, пишут сценарии, игровую программу. И одно из условий – это естественно снежные фигуры. Готовят уже, короба набивают, хотя снега очень мало, но ищут его. То есть на скребли, да? Ищут, ищут его. Ищут, берут покрывало, берут шторы старые, собирают, набивают. Вот сегодня прошло, рано утром. Посмотрела, вот в трех дворах стоят уже короба. А когда вы соберетесь в таком теплом кругу, во дворе, на морозе, то что вы пожелаете своим соседям? Мы выступали на городской конференции, и тогда нужно было, каждый район представлял бы свой район каким-то образом. И именно на Тосе Кожевниковском появились частушки, вот этими словами. Там были такие слова «Украшаем мы двор», даже мэр заметил, «Надо, надо, еще лучше». Президент заметит, ух ты, ах ты, если есть вопросы, ух ты, ах ты, обращайтесь в Тосе. С наступающим Новым годом! Звучит как Тос. Спасибо большое, Галина Михайловна. Вас тоже с Новым годом, с наступающим. А я напомню, итоги 2017 года мы подводили вместе с образцовым Тосом Кожевниковский и его председателем Галиной Климук. Полная версия интервью в специальном выпуске «Наш Новосибирский диалог» в кабельных сетях и на наших интернет-каналах. Городские службы перейдут на усиленный режим с 25 декабря, чтобы обеспечить порядок и безопасность накануне Нового года и в январские каникулы. Уже уточняют графики дежурства выходные ответственных специалистов, проводят инструктаж и отрабатывают взаимодействие разных служб. Аварийные бригады должны быстро отреагировать на любую внештатную ситуацию. Так называемые противоаварийные тренировки начинаются на этой неделе. Проверять будут и работы управляющих компаний. Особое внимание к вывозу мусора с 1 по 4 января. Проверки у нас делаются внезапные. Это не первый раз, а первый год. Поэтому нужно всегда думать о том, что, к сожалению, именно в ночь с 31 на 1, когда сильные морозы, когда народ гуляет, отдыхает, что-то случается. Это всегда не кстати или всегда внезапно. Поэтому лучше перепроверить себя тогда, когда не ждешь. Тем временем в Новосибирске вовсю готовят праздничные площадки. Отметить Новый год массово можно будет на площади Ленина, где устанавливают главную городскую елку, делают горки и ледяные скульптуры. Или в Центральном парке на Большом бесплатном катке. Или же на Михайловской набережной. Там на днях откроют настоящее ледовое царство по мотивам русских сказок. Впрочем, обо всем в деталях. Главную новогоднюю елку начали устанавливать на площади Ленина на прошлой неделе. В высоту праздничный символ с пятиэтажный дом. Рядом ледяные блоки, часть большого лабиринта, который построят вокруг елки. Здесь же будет большая горка. Не только для детей, но и для взрослых. Возведут ледовый городок и даже ледяной трамвай. Вагон номер 13 – своеобразный символ города. Как за 10 дней до Нового года будет выглядеть главная новогодняя площадка, пока показывают на эскизах. Здесь и лавочки изо льда, и фонари, и резные горки. В единый маршрут впечатления объединят Первомайский сквер, площадь и пешеходную улицу Ленина. Пройти через наш Первомайский сквер, дальше посмотреть на скульптуры, которые будут за Краеведческим музеем, потом сходить на елку, пройти по лабиринту, скатиться с горки и пойти прогуляться по вот как раз такому рождественскому базару. Недочеты пешеходной улицы Ленина учли после летнего эксперимента, когда впервые начали закрывать ее по выходным для автомобилей. По просьбам местных жителей тут установят семь биотуалетов. Также назначили ответственных за уборку мусора и снега. На Михайловской набережной над Снежным морем уже возвышаются замки. Тема ледового городка в этом году – русские сказки. Десятки художников создают изо льда мир Пушкина и других писателей. В Центральном парке тоже кипит работа. Устанавливают елку, делают горки. Здесь уже новогодняя атмосфера. Детьми гуляют, ходят родители. Настроение прекрасное, погода хорошая. Елку наряжают уже. Площадь катка в Центральном парке – 4000 квадратных метров. Это больше, чем в прошлом году. Лед выравнивают ежедневно. Его толщина уже 20 сантиметров. Каток и горки в Центральном парке бесплатные. Тем, у кого нет своих коньков, можно будет взять их на прокат за символическую плату. Накануне Нового года снежно-ледяную сказку создают и во дворах. Точнее, пытаются. Осадков этой зимой выпало слишком мало. Снег для таких изваяний приходится собирать со всего района. Однако это не останавливает постоянных участников ежегодного конкурса на лучший зимний городок. Обещают, что за неделю до Нового года, несмотря на дефицит стройматериалов, городки все-таки засияют праздничными огнями. И на сегодня у меня все. Это был заключительный выпуск программы «Наш Новосибирск» в уходящем году. Я желаю вам здоровья, улыбок и, конечно, комфорта в доме, во дворе и в городе. С Новым годом! Увидимся в 2018-м. С Новым годом!